Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Уже несколько месяцев назад появилась информация о том, что лидер компании Questro World Ольга Клейнард арестована. Но никакого официального подтверждения этой информации не было. И вот похоже, что сейчас официальное подтверждение наконец появилось. На сайте Закон КЗ опубликована следующая статья. А заглавлена статья так. Из Минска экстрадировали мошенницу, обманувшую казахстанцев на 1 миллиард тенге. В настоящее время подозреваемая водворена в СИЗО. Здесь мы видим фотографию с небольшим самолетом. Похоже, как раз на небольшом самолете это все и происходило. И читаем статью. Казахстанская полиция добилась экстрадиции в Казахстан гражданки России Ольги Клейнард. Она обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых пирамид Questro World, сообщает Закон КЗ. Ольга Клейнард курировала действия мошенников на территории нашей страны. В результате схем аферистов были обмануты тысячи казахстанцев, а сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиарда тенге. Ее удалось задержать на территории Республики Беларусь, сообщили в полиции. Накануне она была доставлена в город Нур-Султан. В настоящее время подозреваемая водворена в СИЗО. Напомним, по уголовному делу о группе компаний Questro World, ранее сотрудниками МВД Республики Казахстан были задержаны 8 лиц. Четверо из них – граждане Казахстана, которые являлись директорами региональных филиалов финансовой пирамиды. Схема мошенников работала с помощью веб-сайтов, на которых размещалась информация о продаже вымышленных видов инвестиционных портфелей. Злоумышленники обещали гражданам прибыль от инвестиций до 300% годовых. Установлено, что финансовая пирамида Questro World действовала еще в нескольких странах. В конце статьи идет ссылка на небольшой видеоролик. Съемка, по всей видимости, происходит в аэропорту Нур-Султана, поскольку в статье говорится, что Ольга Клейнарт была доставлена именно в Нур-Султан. Мы видим небольшой самолет с надписью «Казахстан» на борту и с оформлением, намекающим на то, что, по всей видимости, самолет принадлежит государственным органам Казахстана, возможно, Министерство внутренних дел. И сам факт, что за Ольгой Клейнарт был отправлен самолет, который доставил ее из Беларуси в Казахстан, говорит о том, насколько она важна для данного расследования. Ну и давайте посмотрим, что показано дальше. Здесь, по всей видимости, происходит оформление каких-то документов при передаче. Здесь показаны какие-то коробки и рюкзаки. То ли это личные вещи, то ли вещественные доказательства, не очень понятно. Здесь видно, как из двери самолета в наручниках выводят арестованную. Лица здесь не видно, но поскольку данное видео посвящено Ольге Клейнарт, похоже, что это она и есть. Здесь видно, что арестованную ведут в сопровождении двух сотрудников. Судя по табличке, микроавтобус заезжает на территорию одного из исправительных учреждений Республики Казахстан. Здесь Ольгу Клейнарт выводят из микроавтобуса. Лицо при этом замылено. Здесь, по всей видимости, происходит опись личных вещей, банковских карт и скидочных карт. Ну а здесь мы видим, как Ольга Анатольевна Клейнарт была проведена в ее камеру за синюю железную дверь. А давайте вспомним, что говорила Ольга Анатольевна Клейнарт летом 2018 года, когда вывод уже год как не работал. Мы с вами видим, что, кстати, в нашем чате, если кто-то есть в нашем лидерском чате, были выложены документы, отчеты работы менеджеров за 2013 год. Видели, да? То есть, компаний столько лет на рынке, и вы думаете, что сейчас, вот Кира сказала, 46 стран, так я знаю информацию другую от господина Мухина. 46 стран – это Европа и СНГ. А еще 40 стран – это Америка и Азия. Так вот, 86 стран, которые входят в нашу корпорацию, но не позволят никогда, чтобы просто так все закрыло. Вы же понимаете. Ну, не для этого мы с вами здесь находимся. И я вас всех хочу поздравить с тем, что мы все с вами на правильном пути, в правильной компании. Я вас всех поздравляю с тем, что вас ждет прекрасное будущее, что у вас все получится, и вы будете радоваться сами, радовать своих близких, друзей, знакомых. И вам никогда не будет стыдно за то, что вы кому-то порекомендовали быть здесь с нами. Я вас еще раз всех поздравляю с этим замечательным мероприятием, по которому вы жутко соскучились. Я вас поздравляю, мы на правильном пути, говорила Ольга Анатольевна два года назад. Ну и как мы видим сейчас, правильный путь привел Ольгу Анатольевну Клейнард за синюю тюремную дверь на нары. Ну, поздравлять тут или нет, решайте сами. Как вы знаете, еще много людей продолжают верить, что у компании Квестер есть новые китайские владельцы, которых в глаза, правда, никто никогда не видел. И которые планируют перезапустить компанию под каким-то новым названием, когда закончится реорганизация. По крайней мере, так об этом говорит Александр Кэсли, что новая компания обязательно запустится. Но я уже много раз повторял вопрос, на который за все время никто так ни разу и не ответил. А вопрос очень простой. Господа, те, кто верят, что якобы существует эта великая компания, не пирамида, а с реальными трейдерами, с реальными деньгами. Когда начался процесс в Казахстане, я задал вопрос, почему же эта так называемая реальная компания с реальными трейдерами не защитит своих лидеров. Она могла бы нанять хороших адвокатов или прислать своего представителя, который на судебном процессе с документами, с доказательствами показал бы. Господа, кого вы тут судите? Какая финансовая пирамида? Мы реальная легальная компания, у нас все четко, все прозрачно. Вот деньги, вот торговля, вот у нас есть трейдеры. То есть представитель компании, если бы захотели, мог бы доказать, что это никакая не пирамида, а реальная финансовая компания. И по итогам расследования, по итогам судебного процесса, наверняка, лидеров должны были бы отпустить. Но компания не пошевелила и пальцем, чтобы хоть как-то защитить своих лидеров в Казахстане за все полгода, что шел судебный процесс. И как мы знаем, по итогам, четыре лидера получили немаленькие сроки суммарно, 35 лет тюрьмы на четверых. Причем один из них, Кенесары Карамаев, уже мертв. То есть заплатил своей жизнью за участие. А сейчас получается арестована уже гражданка России, Ольга Клейнарт. И опять же задаю такой же вопрос. Ну и что? И где ваша великая компания, которая якобы не пирамида и у которой денег полно и трейдеры есть? Почему же компания не предоставит правоохранительным органам доказательства своей реальности? Кроме болтовни Александра Кэсли, а напомню, что болтовня про новых владельцев идет уже больше двух лет. С весны 2018 года об этом начал болтать Диего Мартин. Потом, правда, он заткнулся. Понял, что выглядит полным идиотом. Когда в августе 2018 года компания якобы должна была стартовать. И не стартовала, как мы знаем, ни в 2018 году, ни в 2019. Вот уже август 2020 года. Как у известного баснописца Крылова, а ВОЗ и ныне там. Но если у вас есть какие-то свои теории на этот счет, пожалуйста, делитесь в комментариях. Пока, на мой взгляд, все эти рассказы о новых китайских владельцах, о запуске компании, это не более чем плод воспаленного воображения Александры Кэсли. Что касается ситуации с Ольгой Клейнард, безусловно, я буду следить за ситуацией. Если будут какие-то новости, также сделаю видео. Ну а вы подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok